Приветствую всех поклонников футбола! В эфире РГЛК Дагестан, программа «Прессинг» и я ее ведущий Резван Раджабов. Сегодня в выпуске о самых интересных футбольных новостях и событиях в Дагестане. Позади треть, чемпионат России по футболу. За 11 стартовых матчей дебютного сезона «Динамо Макачкала» набрала 11 очков. Это безусловно успех, учитывая относительно небольшой бюджет клуба по сравнению с другими командами элитного дивизиона. В пассиве его макачкалинцев 4 поражения, при этом 5 течественных результатов и 2 победы. В матче 10-го Тора Миропаэлл наша команда на Анжарине принимала московская «Динамо». Макачкалинцы уступили сквичам с минимальным счетом. Единственный гол в матче был забит на 20-й минуте после стандарта. Главный тренер Хасан Бибиджаев отметил, что футболисты на поле сражались и бились до конца. Сражались, бились до конца, это было очень хорошо. Старались оказывать давление, старались сравнять. Сравнять счет, жаль, что не смогли забить. Но в целом, по стране отдачи, конечно, по характеру, по жарке борьбы, претензий быть никому не может. Да, бывает поражение, наша задача это сейчас все переварить и уже готовиться на следующий матч. У нас сейчас сложная неделя предстоит, и, соответственно, кубковый матч, соответственно, матч чемпионата, значит, нам нужно очень серьезно подготовиться. Конечно, мы ошибки разберем попозже, которые были, но в целом я считаю, что вы проявили себя с хорошей стороны. Все, спасибо за игру всеми. Следующую игру махачкальницы проявили в фон Беткок России против самарских рыбушек. Уступая после первого тайма в три мяча, динамовцы проявили характер и во втором тайме сравняли счет. Дубль на счету Гамеда Галарова. Гол в компенсированное время записал свой актив Абакар Гаджиев. Нельзя не отметить возросшую роль форварда Галарова, чьи результативные действия становятся ключевыми по ходу матчей. Напомним, что нападающий пополнил состав нашей команды по ходу сезона. По регламенту Кубка, если матч в основное время заканчивается с нечаянным результатом, то команда исполняет пенальти для выявления победителя. К сожалению, махачкальницы уступили в середине с метровых 5-3. После пяти матчей в группе А в активе нашей команды 8 очков. Хасан Би Биджиев поблагодарил команду за второй тайм, отметив, что в игру надо включаться с первой минуты. Получилось два разных тайма, к сожалению, у нас. За второй тайм могу сказать всем спасибо. Потому что перевернули игру, забили три мяча, отыграться с три мяча тоже большого стоит. Значит, еще раз подчеркиваю это все, что каждый матч выходим с первых минут, да, включаться. Не так, как получилось в первом тайме у нас. Сейчас, значит, идет сложная неделя, значит, у нас очень важный матч впереди в Воронеже, поэтому, значит, сейчас задача восстановиться, побегать в следующей игре. В следующей игре. Все, спасибо за игру. В одиннадцатом туре Мир РПЛ динамовцы на выезде сыграли мячу с воронежским факелом. Матч проходил с преимуществом махачкалинцев, но итоговый счет 1-1. Единственный мяч в составе нашей команды забил Гамид Агаларов. Главный тренер Хасан Би Биджиев выразил благодарность команде за характер и самоотверженность. Значит, у нас был сложный матч, конечно, и третий матч за неделю. Жалко, что не выиграли, конечно, но забрали очко. Так что продолжаем, и готовимся дальше. Все это самоотдача, за характер, за это все спасибо. Защитник Динамов Махачкала Илья Кирш вызван в состав молодежной сборной России на матче со сверстниками из Китая. Игры запланированы на 11 и 14 октября. Следующий матч махачкалинцы проведут 19 октября в родных стенах против московского ЦСКА. А через три дня, 22 числа, нашей команде предстоит последняя игра в группе А в фонбетку к России против московского Спартака. С вами была программа Прессинг. Держите руку на пульсе спортивных событий. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!